Праймерис в этом году пройдет по открытой модели. Это значит, что заявиться на участие в предварительном голосовании смогут все желающие, даже не члены Единой России. При этом кандидат не должен состоять в другой партии. Сегодня на заседании Президиума Регионального политического совета Единой России определили состав оргкомитетов и детали предстоящей процедуры. Мы планируем включить в состав Организационного комитета для более объективного проведения предварительного голосования представителей наших общественных организаций. То есть, практически они будут составлять костяк Организационного комитета. Среди общественников, вошедших в оргкомитет, представители ОНФ, профсоюзов, молодежных объединений, студотрядов, общественной палаты области. Победители Праймерис представят партию на выборных кампаниях. Напомним, в единый день голосования 19 сентября тамбовчане выберут парламентариев областной и Государственной Думы. В Праймерис важная процедура в отношениях между партией, ее сторонниками и, в принципе, всеми жителями области. Доказывают, что отдельный кандидат или партия в целом достойны уважения и доверия, также и партийные проекты, чью работу скоординировать сегодня в Тамбов приехал депутат Госдумы Николай Николаев. Прямо сейчас он общается с координаторами партийных проектов в нашей области. В Тамбовской области реализуются 15 проектов «Единой России», среди которых «Безопасные дороги», «Крепкая семья», «Детский спорт» и «Школа грамотного потребителя». Последний нацелен на просвещение жителей в вопросах жилищно-коммунального хозяйства. Это качество услуг, ответственность управляющих компаний и честные платежки. Последний раз обратился на прием 17 человек, интересовал вопрос жилищных, специально жилищно-коммунальных услуг, проведение капитального ремонта, где-то разъяснение вопроса проведения общего собрания жителей. Николай Николаев побеседовал с координаторами пяти проектов, обращая особенное внимание на региональную специфику и первоочередные нужды. Видно, что люди абсолютно неравнодушны, потому что и по теме создания комфортной городской среды, где задействованы все жители, и вопрос развития предпринимательства, масса вот таких нюансов, о которых говорили коллеги, и которые, я думаю, что сейчас мы будем поднимать. Среди всего прочего в беседе коснулись реакции региона и его жителей на последние приняты законы и пожелания в связи с изменениями федеральных норм. Павел Ярасов, Евгений Михеев, Анна Мусатова, Область новостей.